всем привет канал не чай герман и классика мы сегодня с ним сидим один на один привет поговорить но самое главное о чем мы будем сегодня говорить естественно про прокопа команду он кидает это неправильно ну ты же должен понимать он со мной говорил об этом еще два месяца назад так это еще анкета выйдет не на самом деле как раз таки из-за того что школьные анкеты постепенно уходят в шоу бис нет она постепенно уходит на канал к василию маврина поселим а забирает ее под другим а с германом мы записывали школьную анкету года три но с меня начаться обычно фигура сибыча начну анкета с меня мы на гераклеоне сибычем первым записывать в общем сегодня наполовину анкета но это будет кино анкета мы сегодня говорим с германом о том о чем он любит говорить о чем он не устал говорить мы сегодня говорим об его предпочтениях в кино это ужасно ты ты когда написал мне о том что мы будем говорить про кино я конечно загорелся но потом когда ты вкинул мне там список например на что мы будем обсуждать я так вообще я же должен про все фильмы показать я столько смотрел я столько знаю мне нужно все это я очень люблю кино и я прям большой фанат даже даже того кино в целом которые не очень мне заходит но посмотреть хотя бы раз надо получается ты говноед ты можешь потреблять говно но при этом все равно но я тебе могу сказать что не так много фильмов даже которые мне понравились которые готов пересматривать короче смысл такой что очень много людей постоянно могут каждый вечер задумываться чтобы посмотреть и всегда закидывают там на форумы в какие-то чаты ребята что посмотреть что посоветуете и смешного из не смешного и по загрузиться по не загрузиться и поэтому для этого я решил собирать героев футбольного ютюба узнать их предпочтения в совершенно разных жанрах в разных настроениях кино и параллельно еще не только вам помогать что можно посмотреть но и раскрывать личность через его кино предпочтения давай начнем с хорошего с веселого фильм который заставил тебя посмеяться и делает это до сих пор здесь очень важно очень важный момент есть фильмы которые из которых ты прям можешь поржать а есть фильмы по типу они веселые тебе забавляет их смотреть ты готов их пересмотреть но ты с них не разваливаешься прям невероятно ну типа не комедия но веселая кино то есть вот две киношки которые можно в любом моменту прям чтобы в голосину поржать но это эсвентура очевидно из мимики джима керри не можешь не развалиться и какие-нибудь одноклассники ну там тоже панч на панче и ты постоянно ржешь даже если пересматривать но если выбрать киношки с которых я прям знаешь как вот именно повеселили не ржака а повеселили те сейчас уничтожит мой выбор вообще последний киноха с которой мне прям супер понравилось это счастливого дня смерти две части это комедия скомка на этом с ужасами но она больше шутливую такую манеру про что это девчонка застряла типа типа день сурка ее убивают вот но она каждое утро просыпается и как она пытается исправить ситуацию чтобы я короче маньяк не убивал есть две части вот то два фильма пытается не умирать на во второй части там целая компания вот и они расшифровывали как короче сломать этот день с рукой очень забавно меня нехило накрыло как будто я уже прожил этот день дежавю до день начался заново когда ты умер точно меня очень веселит скала джонсон очень классный да как скала я на что не могу когда он ягоды так груди отфутболивает не видел ягоды ну да в него кидает ягоды он сиську напрягает хватит потакать талант я обожаю все фильмы с ним потому что он несмотря на то что он выглядит как убийца фильмах он играет суперских добряков и какой-нибудь джуман джунов то есть это прям кайф это приключение чего-нибудь где он нелепо там огромная скала там на пальму забирается или сделать что-то аккуратно ему нужно знать это всегда смешно типа того по поводу счастливые дня смерти тебе часто нравится черные комедии ну не могу сказать что я прям любитель где есть всегда жесть но мне нравится вот именно комедия с ужасами если найдет вместе то есть например какой-нибудь зомбиленд тоже мне прям по кайфу я могу посмотреть повеселиться я обычно такие фильмы выбираю в самолет когда далеко лететь по поводу джима керри это ну это герой нашей эпохи нашего нашего детства блять ему 60 лет исполнится ну я не понимаю он дико харизматичен и он может веселить даже если не говорит шутку то есть знаешь если мы говорим вот например зомбиленд или счастливого дня смерти там комичная ситуация то есть что-то происходит и ты ржешь с того как опять тебя убили знаешь там из-под выпады ты ха ха ловишь джим керри может вот вообще у него может быть ситуация не знаю он там в бассейне лазит на что ты просто разваливаешься невероятно мне очень интересно но типа там эйс вентура тупой еще тупее это такие первые маска это первые фильмы где люди начали ценить его реальную мимику в кино то есть он до этого был стендапер вот мне интересно как работали сценаристы вот что они прописали и в какой момент они в скобках просто пишет джим керри здесь блять просто кривля или что они должны прописать что он замедленным дам в юбке вот так вот бежит обратно и бьет себя в лицо такое ощущение как будто да как будто там сценарий такого образ образные тебя что ну ты должен у него что-то спросить но сам решили заходит в бассейн а дальше джим керри да что это это кайф такое невозможно прописать я не знаю ну то есть мне кажется что это тот случай когда был бы весело посмотреть исходники я уверен что несколько дублей они разные по-любому то есть он по-любому по-разному управлялся мне еще всегда было сложно объяснить родителям которые говорили что вот вы это вы смотрите кривлю на типа у меня вот в семье очень странно реагировали на комедии но при этом если мы немножко сужаем масштаб с мирового кино там наш джим керри легенда сняла до например футбольного комьюнити но ты же понимаешь что тебе идеальней всех подходит маска джима керри в нашем комьюнити это ты с этого начинал вспомни там 10 способов вспомни любые наши видосы 1 ржачный где ну я думаю что не будет секретом 10 способов я придумал 5 опять они были вот как раз вот актив тем давай сейчас левый забей ну дальше и ты кривлялся и это было дико я всегда на тебя ворчал ты говорит мы едем я тебе все время сколько у тебя прописано 8 я прописан и это куплять я же ничего не придумают и такой ты все нормы вместе придумаем вы только начинается съемка и герман так и просто смотрит там все давай рассказывал при этом там настолько смешных моментов было которые вот так вот импровизаторский включались у тебя поэтому ну мне кажется что вот это как раз та волна которую находили следы мочи на ваших брюках говорят мне о том что вы стряхиваете лишь один раз на больше у вас просто нет времени и слушайте ну какой же кайф поговорить с герман обсудить киношку стоять и кайфовать на канале не чай и все этого не было если бы не наши друзья фонбет не помогали бы нам создание таких прекрасных форматов и видеороликов поэтому спасибо им огромное они могут помогать и вам если вы себе установите приложение фонбет вы можете получить фрибет в 2000 рублей и естественно фонбет является официальным партнером но что топ-клубов поэтому ссылка закрепленном комментарии если вас за это заинтересовало устанавливайте себе приложение фонбет на чем в итоге ты останавливаешься одноклассники черные комедии либо эсфинтура создавая эсфинтура первую обе части причем потому что просто мне кажется одноклассники первые сильнее но они потом засасывают как история типа ты уже следишь за персонажами дальше вот ну наверное именно если мы по ржака и не про постановочные сцены ну эсфинтура нельзя не смеет кстати очень круто что я одноклассники посмотрел ну типа ну года два-три назад первый раз первый раз да и я удивился что шутка про когда на похоронах поют авиа мария что это же было же на мальчишнике в третьем типа все ржали что алан типа а это на самом деле роб шнайдер уже давно в одноклассниках да марии а и и такой офигеть ну как типа ладно бы там у него британцев украли а тут по сути голливуд это кстати очень классная тема в кино есть которая правильно интерпретировать например в блогинге у нас часто бывает как кто-то снимает похожую идею все сразу о спер идею сам ничего не можешь придумать а в кино очень распространенная тема с отсылками на какой-то другой фильм и таким образом режиссеры респектуют наоборот то есть например там тарантино часто переснимает какие-то сцены из любимых фильмов там давнишних и этим самым показывает такой вот респект вот этому фильму типа я прям помню люблю и так далее и это наоборот круто блин а я кстати даже не подумал что вот в мальчишнике это типа респект блин кстати забавно что именно же снял тот филипс тот филипс снял джокера и все джокеры сейчас сравнивают с таксистом роберта де нира видимо тот филипс любит даже кстати после есть вентуры много шуток на разные сериалы фильмы в юмористические то есть там шутки с окном когда он там орет потом на него молчит ты просто вспоминаешь как с этого не вот к чему так из вентура записываем задницы когда он задницы также даже кто-то получал джек николсон сделал отсюда и звуками джек николсон на вручение самый первый джокер там ну не первый ну да один из первых полнометражных бэтменов блять реально вышел на сцену из призом начал жопы благодарить всех с джимом керри в зале еще ржущим супер так пошли дальше любимый фильм в нелюбимом жанре я вчера советовался с женой на этот счет потому что я в целом не люблю всякие такие там драмы какие-то мелодрамы вот и я понял что называя фильмы которые мне в целом не понравились саша мне суза вокруг и сказал что это романтические комедии вот мне не нравятся романтические комедии как премьер ну не знаю но типа все супер предсказуемо в конце обязательно хэппи-энд и все ну то есть они ла ла лэнд ну вот вот мне не нравятся такие фильм но там в конце них и но все равно не знаю но это очень прям будто бы слишком слюняво и как будто бы слишком дурацкие решения персонажа принимает то есть наши вот эти вот я вошел она вышла в этот момент и такой тогда я ухожу чай она обратно человек восхищается который жопы кричит это не дурацкое решение а типа влюбился человек ради него идет на какие-то уступки это дурацкий басту это знаешь это такая история когда просто на вкус и цвет я прекрасно понимаю что огромное количество людей обожает романтические комедии в особенности они когда выходит 14 февраля под какие-то такие влюбленные чисто прям пацан который с девчонкой целуется пойдем лучше палками постреляем наверное такое впечатление наверное из всех мы вместе опять с ней советовались и выбрали фильм приложения смотрел с районом рейнольдсом и я думаю что этот фильм вытащил просто актером который ну именно для меня потому что я фанат рейнольдс еще раз тронешь мой зад и я тебя ночью кастрирую понятно ну там все очень просто типа чувак влюбляется в начальник но не влюбляется чувак работает на очень очень злую тетку которая типа тоже вот они два главных героя она ее там должны депортировать и чтобы короче от не произошло они разыгрывают сценку аля короче они типа женаты вот и ей там как он называется судебный пристав или как ну короче да короче им надо доказать надо доказать что они реально отношения они просто фикции чтобы ей дали прописку грубо говоря вот и чувак говорит я буду за вами следить везде и ей приходится поехать на каникулы к нему короче к родственникам и типа да там много всяких милых таких моментов где они постепенно влюбляются и вот у них там еще бывшие его присоседиваются и в общем ну наверное наверное вот вот это все равно слюняло очень тебя не раздражает что райан райан рейнольдс в каждом фильме играет райана рейнольдс ну я кстати очень очень критично отношусь к таким актерам то есть например я из из-за этого не люблю там какого-нибудь чайнига татума типа это он везде просто такой я или допустим ну то есть он везде красавчик который всех победил вот как наш вот у нас есть козловский и петров которые в принципе всегда козловский и петров ну блин с рейнольдсом что-то не работает но то есть это просто вот попадание вот для меня раян рейнольдс он мне просто нравится как как он живет в жизни в обычной мне там я дико кайфую с его там твиттера когда он там троллит всех подряд и жену свою дико вот как он общается с этим который лога хью джекману то есть со всеми шуточками поэтому наверно просто из-за того что он близок по восприятию жизни вот поэтому мне у меня когда он играет самого себя этого огонь мне мне по кайф на здоровье вообще-то очень крутая история что но ты наверно его полюбил после дэдпула к ну да 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 очевидно это же очень крутая история что как бы выбрали актера комиксы сами то есть в самом комиксе изначально дэдпул всегда говорил у него уже дэдпул персонаж который всегда разговаривает сам собой у него шиза ломается четвертую стену он общается он знает что он в комиксе да он там пиздец ну в общем и он постоянно говорил что если бы меня играли в кино меня бы играл раян рейнольдс и за эту раян рейнольдс понял что ему надо будет дэдпул и очень круто сложился пазл потому что он в жизни ну типа с такими же шутками то есть у него прям вот с юмором на одинаковой волне с дэдпула поэтому это идеально пули какие-то особо быстрые до дэдпула ты вообще обращал внимание на рейна история любви как раз пошла он пытался герман и раян на самом деле до выхода первого дэдпула я не так ну я типа знал его визуально но не так сильно следил за фильмами а вот потом уже после того как он сыграл первого дэдпула я начал знакомиться с другими фильмами и это вау прикольно ну да ну по факту он действительно практически везде играю вот сейчас он уже тот райан рейнольдс из дэдпула последний герой главный герой да то есть везде он такой но я не думаю что он страдает да да он классный в любом случае немножко спасение гостлинга которую герман упомянул у него он не всегда гостлинга есть он очень прикольный кстати комедийный актер бывает у него есть классный фильм славные парни с рассолом кроу ты не видел ну я видел наверное какие какой-то тизер но я не знаю почему но мне не нравится гёстлинг просто вот наш тип вот не знаю вот где бы есть антипатия чеку внешне из-за этого если в фильме играет гёстлинг я но это должен быть какой-то супер культовый я такой ну ладно уже все посмотрели тогда я тоже посмотрю вот но я ведущий полезный ну я видел и гангстера да по-моему или где он там играл ну где где-то он играл такого чувака которая тип типы мафия вот вот но все равно не знаю типа я очень если вам не нравится гостлинг дайте ему шанс посмотрите славные парни и все такое это выражение паразит просто пап смотри шлюхи их тут хреново тучи блин есть еще один одна комедия очень сложно почему-то запоминаемое название со стивом коррелом там он играет и амми стоун по моему мнению это один из самых клевых сюжетных поворотов в кино причем в комедии это очень прикольная вещь поэтому тоже совет пойдем дальше погнали дальше фильм который заставляет грустить опять у меня здесь есть разделение есть фильм который последний заставил меня плакать но это не фильм это мультик я вообще кстати кремень марли вообще не кремень и классика да я типа ну меня задевая промо да плюсь про песика вообще меня не разорвало то есть у меня саша на слюни плачут я нет помнишь как мы на тебя постоянно жаловались говорите худшая собака на свете так вот это не так не так это все лучше собаки чем ты на всем белом свете не найти хатика нет король лев в детстве тоже нет титаник вообще пока джек ты что тупой не мог отнять у кого-то дверь нас типа вот только такая вот история ну то есть вообще никак не вызывал эмоции последний мультик которая посмотрела прям разревелся тайна коко у меня аллергия до 6 но у данте нет шерсти у меня нет носа но от этого не легче я прям не знаю у меня прям попало в меня это и от кого мы недавно пересматривали его дома просто уже не в кино и я прям нашли сел смысле ну давай второй раз давай давай я второй раз разревелся вот я понял что не знаю не могу сказать что прям грустить заставляет но почему-то где-то ковыряет вы на самом деле явно в тайна коко предательские под последние минуту вот эта главная песня кого поет бабушки я не знаю ну то есть там в целом то есть даже нету вот этого гапа где можно чтобы высохли глаза причем я бы очень хотел бы чтобы такой праздник существовал не только в мексике вот но ну типа очень прикольный праздник в целом для того чтобы вот быть именно как вот день никогда всех вспоминают а если прям грустный после которого вообще не хочется ничего в этой жизни это сто процентов мальчик по саду пижаме мы с тобой не должны быть друзьями все говорят мы враги вот ну когда читаю аннотацию что это ну это все это гонение фашисты и думаю ну это жену все но это же реально такая диперезвуха ну наш как это интересно с точки зрения ну типа рейтингов ты видишь что фильм какие-то сумасшедшие оценки имеет и ну ты такой ну война окей ты себя морально готовишь сейчас да будет вот про там концлагерь все дала но когда ты смотришь на диалоги даже этих пацанов и ну типа мне начинает вот прям херовить в момент когда пацан немцев начинает типа завидовать типа везет тебе ты там играешь у тебя там типа все тусят и так далее и вот я в этом у меня такой все блять меня промо это убивает жутко и ну конечно последние сцены когда они там он пробрался чтобы что и в газовую камеру это вообще просто но это прям депрессия блять на три дня ну опять же игры мне кажется здесь во многом влияет история что типа война которая не просто киношник есть это был ну какое-то вымышленное событие возможно не так бы а вот именно с войной ну стрёмно чтобы вы понимали насколько это сильный фильм этот фильм заставил проследиться райзена он тоже говорил что это фильм который заставил его плакать ну райзен если что это человек который создан из корешков йоги и отсутствие слизных желез вообще не могу не спросить твой любимый кинокомикс блин здесь нет вариантов я можно я это сделал мой она и это сделал у меня есть татуировка с этим персонажем я не знаю видно это будет короче здесь дед здесь я знал что ты меня спросишь об этом я подготовил ради ради этого вопроса пришел не ради этого вопроса я татуху что вы подарите я хочу чтобы ты среди своих подписчиков разыграл дед пола игрушечного вот на скутере и мне очень нравится когда розыгрыши не просто там проходят за лайк или подписки на хочется чтобы ребята написали свой топ вот по этим вопросам в комментариях и самые неожиданные удивительно то есть значит вот это вкусовщина же очень сложно выбрать кого-то там не существует правильного топа но вот если вы попадете хотя бы процентов 70 фильмов которые теме я должен был грустный ну да ну то есть которые попали в тебя там самый грустный самый веселый самый любимый комикс и так далее ты мне доверишь выбрать героя которого я отдам твоего любимого киногероя ну просто смотри мои ты они уже знают предпочтение мы сейчас их разбираем а твои пока в секрете пора сворачивать стеганые чимичанки но я бы выделил еще я с детства бэтмена люблю топ ты знаешь какая логика была что типа все супергерои могут ну типа ими нужно как-то укусил полук из космоса прилетел тебя там волшебной магии одарили бэтмен это по факту типа и может каждый стоит ты просто качал на качался и вот ну типа он богатый вот и он с помощью своих денег всякие себе гаджеты там придумал тачки какие-то там а какая у тебя суперсила деньги дыма начался и он богат и сейчас такие вы просто описал но по факту по факту можно на саню одеть маску типа паттисон очень похож кстати ну вот ну то есть как будто бы наш ты такой в целом вот если прям всю жизнь на это положить это ты как будто бы можешь стать ну хотя там понятно а то есть его главный талант суперсила это мозг и ну типа деньги то есть его гаджеты которые он разрабатывает как будто бы это не настолько невозможно как на реальной жизни ты веришь в паттинсона бэтмену хочется верить я каждый дико угораю с того что они решили показать что он закрашивать глаза ну то есть суть то в том что всегда как бы эту сцену вырезали потому что все бэтмены красили глаза если что потому что если одеться не накрашенные то будут вот такие вот пятна белые типа и ну будет очень тупо и смешно смотреть ты кто такой я бэтмен твой любимый бэтмен ну кристиан был ну во первых он как просто как человек и актер невероятно профессионала когда чувак с 60 килограмм до 120 раскачивается он обратно это настое терморой может до 120 но обратно не возвращается а тут еще и возвращается и возвращается так можно настолько свою жизнь подстраиваешь по одну и в целом сильная история то есть такая трилогия нет провальных сильных фильмов сейчас неожиданный вопрос для германа если кинокомикс который тебя расстроил ну я не большой фанат новых мутантов вот этих вот вечер ну вот вечный до смены которым до их смы ну то есть не знаю их ну типа стараюсь следить за ними но как будто бы все эти персонажи которые ну то есть их можно спокойно заменить на кого-то еще возможно влияет что я их смотрю взрослым то есть знаешь ты там железного человека знаешь с детства и для тебя это железный человек как ты сейчас кто заменит железного человека ну кому там круиз уже не если так есть же слухи что там круиз может ну и есть до камера просто смешно что шутят что там круиз же всему обучается там на вертолете надо полететь я обучусь на вертолет и он сейчас типа себе построил реально костюм и учится летать на костюме есть этот водный где на шланг реально должен управлять фильм который ты со временем разлюбил о неожиданный ответ я уверен что у тебя это другой фильм но мы кстати солидарность раньше ты думаешь то есть все ответы которые до этого были я был солидарен мне ну мне хотелось в шаг вперед но это восприятие вот детское восприятие мне очень нравится танцы особенности ну там именно такие какие-то хип-хоп какой-то там брейк что-то вот прям очень крутое что показывали в шаг вперед но со временем когда ты случайно попадаешься вот сейчас на этот фильм ты понимаешь это невозможно смотреть там же актерки и сюжета просто ноль типа типу сектор грившу косму ну что-то там танцы там шикарный то есть ну там просто склад танцоров крутых и ты понимаешь что с точки зрения вот наши это можно нарезать на крутые тиктоки или на видосы на youtube и отдельно выступление просто фантастика бомба мимо но именно сюжет блять это как кино невозможно смотреть это просто нам настолько ну то есть там чуваки танцоры не могут отыграть что-то и я вот самый большой хейтер чайнинга татума но я понимаю что блять он самый он единственный там актер остальные вообще даже не это даже не близко не просто танцуют ну вот танцоры классные же просто танцуют вы идиоты мы же просто ну короче для для фильма нет а так наш как мне вот эту штуку которую прям что-то какой-то постановочный танец где много чек с крутым каким-то там дропом и классными танцами супер заменили танцы на тнт ну то есть я не смотрю так как саша смотрят но если там какой-то прям разъеб это роботы вышли или там где мигель с буквы ну наш который прям интернет разъеб типа роботы вышли космолет приземлился какой-то типа прям вот хип-хоп разъеб что типа ну прям все это репост все таки вот это они станцевали это не повторить не обязательно это увижу обязательно повторю это может быть даже втихаря там лайкну или добавлю к себе куда-нибудь там во вконтакте видосы и голодные игры я понял что мне просто нравится формат battle royale где я просто куплять такие же пупка просто вот то есть голодные игры да мне нравился формат чтобы выживание они реально и потом со временем когда ну то есть они живут дом давно уже первая часть вышла я понял что мне в целом сюжет вот этой войны там фракции вот этих целом ты мне я чисто смотрел этот фильм из-за момента где китнес попадает вот в этот лес и у них зона сужается они воюют они там лутаются там кто-то она с луком кто-то с пистолетом и вот ну типа как они взаимодействуют внутри вот этой игры это мне нравится а все остальное все что за пределами игры любовная линия на то с одним то запасе похрену то есть вот реально а последняя части где они там войну ведут ну то есть там вроде как супер серьезные темы где она вообще голодных игры там нет да то есть там голодных игр нет или такой формат battle royale супер а шаг вперед ты раньше прям пересматривал да и кайфовал каждого я в кино ходил я ну то есть я прям следил у меня если залезть мою там не знаю мои видеозаписи вконтакте я же даже сам чуть-чуть танцевал и там какие-то пытался перетанцевать что-то кого-то я был диким фанатом адам и джейса воде я видел все что мне талось до этого ну то есть вплоть до того что любые видосы которые просто там с каких-то репетиций я все себе репостил я смотрел за всем я знал их между собой ну типа кто как мэтчат подружился с савань это которые робота вот это роберт хоффман пришел на съемки будет новый человек я всех знал по именам там режиссеров кто куда то что у них был battle они там команда вот шаг вперед и да там в реальной жизни они там взяли battle с командой майли сайрус и они там у них было шоу где они друг друга диссели там присоединился крис браун с саванни выпустил то есть я прям за всем этим следил и я прям очень большой фанат был фильм который тебя загрузил на несколько дней я просто загрузил я понял что для того чтобы не повторялось я все-таки начал думать не о том что грустная а именно о том о чем я например так дня на три я это перевариваю это клава действительно ну типа задумался и я выписал три фильма два супер давнишник все знают зеленый милей побег из шелушенко вот я думаю что можно не станут такие типа серьезные где-то немножко тяжеловаты фильмы но там можно о смысле жизни и прочих всяких историк ты на себя проецируешь такой есть о чем подумать а вот последний несмотря наверх это катастрофа это уже катастрофа это ты сказала что мы все подохнем нет я убрал это же в какой-то момент загрузился что там же в чем смысл типа метеорит метеорит летит ученые они типа все это предсказали игра давайте что-то делать а народ настолько занят жизнью что всем по хрену что будет послезавтра все живут сегодняшним днем и там даже медиа там никак не реагирует никто не подсвечает эту проблему пока собственно землю на хрен не снесло если подумать то у нас было у нас было абсолютно все проводить все если подумать и я понимаю что блять а вот в натуре у нас же сейчас такая жизнь что настолько все сосредоточены на себе и своих делах что полетит какой-нибудь метеорит это не дойдет вообще не докуда ну то есть только об этом заговорят только когда ну завтра он упадет если через месяц какой месяц что вообще люди век золотого теленка вот как он называет ну типа эра когда там богатство типа деньги или известность это супер важные факторы в нашей жизни поэтому что то что такое обычное или наоборот там необычное как метеорит ну что это никто не знает никто не среагирует короче я прям долго поролся об этом вот в челябинске рухнул метеорит и ну есть там всякие там наса есть роскосмос и так все следят блять никто не уследил взял ёбнулся посреди города метеорит и такой ну окей а если он сейчас не в челябинск упадет и если он будет размером побольше ну типа это страшно и мы даже не можем сойтись во мнении что гигантская комета размером с гору эврест учащиеся по направлению планете земля это мать вашу не очень здорово то какого же хрена с нами случилось рано или поздно там и солнце потухнет и так далее и ты такой ну все эти мысли приходят потому что только не на моем веку а там уже ладно типа там уже что будет то будет нам еще забавно что ты параллельно с тем что грузишься это же типа еще и юмор и сатира когда вот эти ученые приходят на тв-шоу чтобы зрители увидели потому что правительство нового типа нам насрать и они такие у нас сейчас расставание там ариана гранды потом кулинарные рецепты и вот конец вам там пять минут и типа по реакции что зрителям гораздо интереснее смотреть отношения взрывы реально что метеорит снесется да и причем ну хоть что-то их заинтересовало туда там дженнифер лоуренс орала из нее мемасики сделали как она орет типа вот это единственное что рейтинга ну ты понимаешь насколько это прям вот ну вот про сегодняшний день да и самое забавное что в итоге в эти ученые пытаются повысить свой медиа рейтинг чтобы к ним прислужить да 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 и то есть он этот чувак как дикаприо который играет он пытается типа стать реально звездой чтобы реально становится медиа звездой там где всякие любовницы появляются а ты бы хотел улететь на таком типа космическом корабле как вот выживший или лучше бы уже ну нахрен сейчас куда-то людей слушай не ну наверно все таки хотел бы в плане ну там рискнула какой-то до какой-то неизвестности и во мне во мне живет любитель приключений я с детства любил книги верно и экранизацию всяких там путешествий к центру земли и я там смотрел а вот что если были там идеана джонс какой-нибудь который ты путешествует вечно куда-то в неизведанные места и вот если у меня было несколько жизней я бы одну потратил на полазить посмотреть или нет так понимаю я недавно была история она ехала по пустыне сахара есть железная дорога и по ней ездят там чуть ли не каждую ночь какой-то грузовой длинный поезд и и руда просто и там и туда можно залезать типа об этом все знают но типа всем насрать но он очень быстро едет и ты едешь просто на руде на черный ночуешь посреди пустыни ну то есть он не до постоянно едет ночью он разгоняется и типа чуваки в спальниках просто спят там срут сут в эту руду на протяжении суток и ты доезжаешь и проезжаешь всю сахару блять я подумал вот если у меня вообще ничего сейчас не было за спиной просто вот сахару баски ну и действительно на все такое на планете очень много мест и даже до сих пор есть там неизведанные как не знаю по тому же жульверную типа в поисках нам а вот у него же там на утил все дела то есть в глубину же никто до конца там не может изучить всю жизнь потратить на то чтобы какой-то себе не только сейчас потому что жульверно вот и там был ноутилус который корабль его вот и действительно жизнь потратить на изучение чего-то и чтобы потом в конце ты реально смог там попасть на какой-то остров на как таинственный остров на или попасть на какую-то глубину увидеть какую-то рыбу который никто никогда не видел вот и это прикольно но опять же работа быт семья и это все ну то есть вот вот эти три фактора которые ты такой а ну куда я в этом плане еще есть классный фильм называется гектор в поисках счастья куда именно ты собрался в путешествие я подумал в китай китай там история про психолога который решил понять вообще что такое счастье и бы путешествовать по разным континентам у совершенно разных людей спросить что для них счастье и он попадает ну совершенно разные сословия истории и но это тоже такое приключенческое доброе кино про счастье и про вывод какой может получить человек так путешествие получаю совершенно разные эмоции не это правда ну прикольно ты сразу начинаешь хотеть куда-то поехать после просмотра любимый фильм чтобы отключить мозг любимый фильм чтобы отключить мозг мне не придется воспользоваться шпаргал пожалуйста я выписывал я готовился ты достаешь из под жопой на что типа я посмотрю своих аналах а я поставил прочерк потому что блин если вот ну на фоне типа знаешь не сильно включаться в фильм блин мне про начинает скучно быть то есть я если мы пошли в кино на фильм который мне либо на и мы уйдем если нам обоим не интересно если мне интересно я просто уснул но тут не в не интересности а что ты ну ты просто ну устал и можно включить пусть он работает фоном он ну как наш такой товарищ с которым можно помолчать ну наверное сюда тогда я просто запихну те же самые фильмы в плане легких вот комедии типа там джуманджи типа счастливые дня смерти и так далее ну то есть я просто я не часто пользуюсь телеком и в моем случае посмотреть кино это либо поход в кинотеатр либо ты прям ну включил кино то есть на телефоне или на компе включил и тогда я прям смотрю ну то есть очень редко бывает когда на фоне джуманджи а те старые джуманджи нравится да круто но они же прям мне кажется разные они супер разные если первый больше про таинственность загадочность какую-то то есть мне для меня старый джуманджи он даже даже больше как будто бы как будто бы триллер такой а новые но это чисто комедийный легкий фильмец просто скала там то есть если бы возможно там не было бы скалы а какие-то какой-то другой стак актеров мне даже нравится не только на на скала я начал вспоминать там есть чувак такой полненький джертовой пришлось играть девушку он к которой в него джеклэк да он так круто отыграл это же такой ха-ха там любая реплика это просто развал вообще ой мальчики прикиньте у меня тут реально живой пенис ваще марта иди чего покажу нет спасибо мин самый я помню в детстве у меня шок был что главный герой робин уильямс он стрелает в игре и он вырастает вниз он попадает туда юношей а потом возвращается бородатым там 40-летним чуваком который пытается решить вообще выиграть эту игру чтобы все вернулось обратно и в итоге все они побеждают все такое он подружился с детьми и когда он вернулся в свое время детей уже нет он снова юноша и только потом когда он снова возвращается в свой возраст то есть прошло там 20 лет он знакомится с этими детьми и они друг друга узнают и это прям вот такой прям мощный момент у меня ощущение что я их хорошо знаю потому что вы рассказывали а ну а я рассказывал ей но у джуманджи ну типа все весело задорно как будто бы это реально такая легкая игра на дэнди которую ты типа прошел и все счастливы а там прям реально переживаешь за героев в городе помнишь эти слоны носороги вот эта музыка вот эта стрёмная она же как раз ну такая типа африканская и очень-очень пугающая упорный труд настойчивость жизнелюбие эти качества там же типа они кидают кубики и не понимают что дальше и вдруг уже грохот и типа что землетрясение вдруг слоны бегут еще загадкой то есть какой-то загадкой написанных таки что его клыки острей тебя он не прочь отведать на вкус беги же скорей не нравится мне это по поводу графы фильм который разлюбил я вот сейчас взрослом возрасте понимаю насколько скучно один дома привет как раньше ты кайфовал и думаю так с ними там воюет он такой один дома а там на самом деле если сейчас смотришь там час он просто нихера не понимает и потом последние 15 минут начинается экшен а до этого он такой типа у я один ну и там еще там 20 минут он ругается с семьей и ты такой думаешь да когда акция то есть дом все то есть там даже наш когда они когда его в отеле типа там тоже типа почитать на локации из дома просто он просто пожрал мороженое поплавал в бассейне потерял шорты и они там тоже пока там до не дошли мы там поняли блин ты думаешь ё-моё а в детстве ты так охреневал у меня еще в детстве шокировал как можно ребенка забыть и типа настолько начни бы и а ты все время перекладываешь на себя я думаю так и типа твоя мать забудет тебя где-то в другом городе как как можно забыть не переживай я тоже свои очки забыл самый странный фильм который ты ведь мне пришлось для этого просто подготовиться даже пересмотреть краткий пересказ чтобы вспомнить его что был самый странный это лекарство от здоровья вот ты не смотрел фильм я очень люблю триллеры которые одновременно с какими-то элементами ужасов и мистикой но вот что на что-то таинственное особенно если речь идет про псих больницы что-нибудь вот такое и вот здесь как раз такая история все заново всем привет дай дай мне чай выстраивай заново школьная анкета короче суть в том что офисные работники у них пропал какой-то начальник ему пришло пришло в офис письмо где он типа рукописно написал что что-то с ним он там душевно болен он псих больницы типа лег и в общем он там лечится где-то там в другом городе вот и еще более стоящий начальник говорит своему подчиненному чувак типа съесть забери его что-то типа он написал как будто он его кукуха поехал он приезжает в эту больницу там какие-то начинаются ну типа он понимает что больница какая-то мистическая какая-то там девочка самый молодой пациент который выпугает говорит что никто отсюда не выберется у него постоянно какие-то глюны он случайно ломает ногу и остается в этой больничке как пациент он замечает как какие-то непонятные короче глюки от того что он пьет воду который местные какие-то таблетки там ужасные в общем суть в том что его постоянно глючит его постоянно то есть там тебя кидают на что ли ты не понимаешь то ли над ним реально издеваются то ли это у него просто шиза начинается у тебя он не зашел вращение при том что я от него типа очень много ожидал веткой сейчас тут и больницы и мистика и триллер и какие-то там убийства насилия которые будут распутаны нового счета ты сейчас по сути пересказал какой-то неправильный плохой остров проклятых ну да вот наверное это связано с тем потому что ты дальше будешь спрашивать про короче остров проклятых точно входят в список моих самых любимых об этом месте многие знают правду но все молчат как будто боятся вы ведь не принимали таблетки кошмарные видения не мучают забери с мыслями очень забавно что остров проклятых это фильм с леонардо дикаприо кто не знает где есть мемас где он этот грустный в шляпе такой стоит на морозе этот фильм настолько крутой что она оставляет открытую концовку но я думаю что многие смотрели если нет не будем пересказывать полностью сюжет потому что его лучше посмотреть но он оставляет открытую концовку плане того что сколько я не читал и не узнавал там мнение даже комментаторов любитель залезть потом почитать или посмотреть разбор никто не может точно определиться в итоге он пациент который которому проиграли всю эту историю чтобы он убедился что он сошел с ума или его свели с ума искусственно и типа он просто с катушек слетел вот это прям такой наподумать тоже фильм по моему очень много есть уже теории где доказывается ну что он больной да что типа там 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 еще но прикольные аргументы в деталях он там наручники были на корабле очень круто как играет режиссер маркин скорсезе с вниманием зрителя и что там есть моменты что он боится воду да и он общается с пациенткой и она там что-то волнуется и он дает ей воду и когда она пьет воду у нее нет стакана даже но этого даже зритель не замечая и это есть только потом смотришь себе объясняют такой ебать идешь в этот ну в этот фильм скачиваешь там покупаешь смотришь или у нее реально нет стакана и ты думаешь блять а ты как вообще смотришь фильм да смотришь она просто делает вид что она пьет воду фантастическая детализация которую возможно раз я очень люблю вообще всякие отсылки и всякие вот такие вот штуки мелкие которые ты при просмотре не замечаешь ты потом заходишь какому-нибудь блогеру на канал который делает разборы и ты такой блять обычно прячут три таких пасхалки а там 50 блять там просто каждую секунду то есть этот фильм можно один раз посмотреть чтобы охренеть и потом еще пять раз ловить всякие вот эти вот моменты которых ты узнал после еще удивительное дело я недавно почему-то изучал фильмографию как раз мартина скорсезе и он очень много фильмов снимает и у него есть такая фишка что он фильм через фильм снимает сначала то что хочет а за то что ему дают хороший бюджет он потом обещает студиям что он сделает то что они просят ну типа жвачку это ну да отчитается и как раз остров проклятых это не его инициатива это типа требования студии но в итоге он сделал реально очень клёвый фильм то есть он вроде бы такой ладно блять я вам сниму эту ебалу а в итоге получил ну когда ты смотришь первый раз ты настолько не замечаешь мелких деталей что ты уверен что все наёбывают декабрь он должен да правда докопаться если прям сопереживаешь этому чуваку и даже потом когда тебе все поворачивать так что он больной и вот проиграли чтобы он сам понял что вот этот момент где он соглашается на то чтобы ему просверлили бошку ну типа уже такой ну осознав что он там убил что он сошел с ума и очень крутой последний диалог где на крыльце он такой ну что типа пытается у него этот чувак который отыгрывает его напарника пытается ему ну значит проверить его последний раз и вот все спорят он как бы специально герой дикаприо говорит что мы их там раскусим наш типа уже такой типа согласившись на смерть можно сказать вот или или он типа реально шизу словил да ну там же еще клевую фразу говорит что ты выберешь умереть человеком жить монстром что по твоему лучше жить монстром или умереть человеком следующая графа пункт тик 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 нелюбимый фильм с любимым актером блин вот это самый сложный пункт был правда я очень сильно загрузился и начал я сначала нужно было составить список фильмов которые мне ой список актеров на которые мне прям очень топово я его представляю ты знаешь фоточки нитки красные ходят на вот это примерно так и было потому что в моей голове есть знаешь собственный кинопоиск который такой я очень сильно люблю мэти макконахи прям очень сильно я очень сильно люблю дэппо райана рейнольдса ну и дикаппера конечно ну как особенно после того как мы вспомнили о star профит я попытался с каждым актером вспомнить или пример или придумать новый вот фильм который мне не зашел поэтому мы обращаемся к моему списку фильм который мне не зашел с макконахи это море соблазна смотрел такой фильм у нас три частенько говорят что все все про всех знают но что если на самом деле никто не знает ничего типа он весь фильм ловит рыбу просто весь фильм реально пытается поймать огромную рыбу то есть он гуркина отыгрывает похоже и ну короче суть в том что в конце фильма он оказывается вымышленным ну типа короче что его сын просто придумал вот в виде там какой-то видеоигры его вот и он разыгрывает одну и ту же сцену где мать с отчимом который обижает ребенка а он вот его батя который умер на самом деле а представление сына пытается поймать огромную рыбу вот не знаю очень странный фильм я вообще его не ну не я понял в чем смысл да но настолько то есть там еще момент такой что в фильме что типа герой макконахи он типа осознает что он просто блять голограмма в игре которые ловят рыбу вот и это очень странно нпс да 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 это запрограммировать он типа вот знаешь если в фильме главный герой он понимает что он нпс и он как-то ну живет внутри этого то есть органично смотрится с рейнольдса то здесь он просто такой ну блять да я ловлю рыбу вот такая это примерно логика что многие возмущаются что там же еще и этого игра хорошие актеры и типа что им такое сказали что блять они прочитали сценарий такие я в деле да нет ну то есть сюжет как просто сюжетка то есть вопросов к актерам нет а именно сюжет очень странно джонни депп очень сложно было выбрать где он мне прям не понравился потому что но мне в целом я выбрал просто фильм и тупейший хотя он там супер безобидный он играет к этому роль супер его снимали типа два дня он эпизодическую роль играет мне очень про нас и библий библий там где какой-то чокнутый профессор опять пародия на уж ну типа ужасы вот моржа короче создает из человека это что-то похожее на человеческую многоножку и здесь чувак ты посмотришь трейлер блять и станет страшно эти честно либо джонни депп появляется в эпизодическую роль играет это профессор из человека блять моржа делает и потом его в за парк отдает куда хуй то я извиняюсь вот ну если мы прям судить по не типа где он главный герой но мне не очень там какой-нибудь не знаю в руки-ножницы не просто фильм сам типа сюжетка не так хотя он все равно он везде крутой ну как он играет пират крепского моря просто я кстати с тобой соглашусь потому что я тоже очень странно отношусь к фильм тима бертона потому что типа все таки вот он так и миры придумывает но в них как будто бы нет начала и конца ты посмотрел историю и типа никакого вывода или финального как у нас еще о них не задумываешься как будто да поэтому я лису стране чудес тоже там с деппом я тоже посмотрел и такой блять дикаприо да блин не знаю наверно какой-то выживший мне просто выучил ну да не он там конечно но я не знаю как будто бы этот фильм мне просто фильм не понравился как будто бы уже все давным-давно понимают что он должен получить обязательно оскара и быстро должен одену тебя на ноги что вам блять еще нужно типа как будто бы он настолько круто играл в кучу фильмов до этого что я в нем и не сомневался что ради оскара он может что угодно что что угодно теперь не за отыграть любого и здесь просто сырое мясо там есть не ну это прикольно в контексте того что он же веган или или на тот момент не ел мясо вот насколько я помню то есть для него и по его нынешней физиономии не кажется что он ну короче там была точная история что он типа мясо вообще-то даже приготовлен в виде не ест и он сырой аж съел для того чтобы ну типа там роль сидела это сказал про камео деппо я вспомнил что у райана рейминс есть великое тоже камео в одном из фильмов фильмы с это макфарлейн который создал гриффины мульти гриффины третий лишний он снимал но типа он такой типу юморной шутник и у него есть тоже какой-то фильм про дикий запад и ну там типа в бар входит ли амнисон который заложенец такой старый матерый мужик и такой типа кто-то спал там с моей женой я знаю что он сейчас находится в этом баре если мне сейчас никто не признается я буду постепенно всех убивать ну что все молчат и он такой просто поворачивает кто поспал своей женой это просто райан рейминс такой стоит типа я не знаю он убивает райана рейминс кто просто у райана рейминса 3 секунды про этого есть такой же в дэдпуле брэд пиджи снял да невидимка играет просто он здесь или нет когда и потом и у него он появляется на 2 секунды когда он типа приземляет спрашивает этот на провода и а и реально джонни дэп ой брэд пиджи там еще клево что он за это получил гонорар кружку старбакса стакан кофе что-то даст так а сквозь старбакса причем они официально это да потому что официально в америке нельзя бесплатно мы подошли к финальному вопросу ты немножко отсеял все списки уже написала разные фильмы поэтому сейчас возможно легче назвать свой любимый я сразу хочу называть топ-5 а потом из него мы выдавали шо по-любому там есть остров проклятых без вариантов это прям суперфильм мне очень нравятся джентльмены горечь удачи удачи джентльмены это блин очень классно очень стилево очень и сюжетка прикольные опять же маконахи да и не только он там много крутых джанга освобожденный я вспоминал про разбитый стакан почему-то из всех фильмов тарантино джанга освобожденный для меня прям вот этот топ ну то есть типа я люблю славных ублюдков бешеных псов то есть они и мерзительная восьмерка все все классно все круто но джанга как будто бы ну во первых это на злобу дня вот этим всем современным ну штукам а там прям вот вот прям жесть мне кажется если по сегодня сняли блять она бы заблокировали бы к ебине фене ну то есть нельзя но там прям актуально на сегодняшний день очень сильно я еще себе выписал даловский клуб покупателей но мне очень понравился ну типа мне нравится вот игрушка конахи он мне там напоминает я бы сюда заменил бы этот фильм на true detective но это сериал вот я такой ладно ну то есть он мне прям очень напоминает этого же персонажа по отношению вообще к жизни к миру и удивительно но я очень люблю паркерскую периода не мир юрскую природа именно паркерскую старый старый супер и вообще люблю динозавров у меня есть татуха с динозаврами я в детстве да это единственная вот профессия которая меня примчала кроме футбола динозавр я хотел быть тирексом кем ты станешь когда вырастешь я хотел быть археологом то есть чуваком который раскапывает динозавров ты рос из друзей из сериала но я короче мне повезло я им не стал этим ростом когда ты смотришь эти фильмы ты болеешь за людей или за динозавров то есть я типа когда они освобождаются но я такой начнется вам мне нравится все эти ну то есть сюжетка людей она не так интересно как даже сюжетка динозавров потому что они там что-то сейчас какие-то новых там создают какие-то модификации и иначе даже вот в мире юрского периода я чуть не просто взялся то есть это вот после тайны куконы на второй фильм где я готов был заприветь это когда уже уехали с острова уезжали и вот врушился остров и вот эти динозавры которые краю подошли и они там ну типа все они сейчас умрут через 10 секунд там все летит все вулкан врывается и вот поэтому ну очень сложно будет топ-1 ну я не знаю пока ты перечислил четыре фильма и 5 просто рассказал но опять же это типа просто суммарно нравишься динозавры не наверное если прям как фильм который меня зацепил больше всего если мы вот именно как фильм на нос так проклят спасибо большое что рассказал о своих предпочтениях спасибо что позвал надеюсь что вам это будет полезно и вы для себя открыли хотя бы парочку фильмов которые вы не видели и вас это заинтересовало потом расскажите как вам вкус германа если вы по его списку прошлись и такие ты чё так не забываем про розыгрыш дэдпула на скутере обязательно пишите ваш топ на эти фильмы подавать по одному фильму на вот каждый я здесь про сбокуольство по несколько вы попробуйте один фильм на каждую на каждый критерий герман и классику это футбольный блогер у него есть собственная футбольная команда в блогерском мире называется амкал ссылка внизу в описании заинтересуйтесь посмотрите может быть вам будет интересно ребята стараются поддержите их просмотром лайком им очень важно же у нас есть классные комментаторы 2 бывают хорошие коменданты шнякин с громом комментирует подписываться на канал тема обязательно ставьте лайки и ну будет круто если эта рубрика будет жить дальше потому что мне интересно очень послушать на вкус и но я уверен что очень многие напишут что я готов обсудить все кино с с тобой поэтому пишите чьи предпочтения вы тоже хотите когда-нибудь мы запустим новое колесо и по книге про сериал еще закинул я уверен что многие что что отдельный выпуск про сериал и к сожалению не смогу поддержать эту тему поэтому маврин перехватывай этот формат и делай про сериал есть же очень прикольный лэбл кома даже книжный черпом книжный клуб книжный клуб но не лэбл кронка стендап клуб номер 1 где они рассказывают сюжет можно также типа рассказать какой-то выбрать короче наберете много лайков зафигачим спецвыпуск про какой-нибудь фильм топовый прям ну типа расскажем и накидаем шутил еще и шутить вы ну да без фидоса не обойтись это же к очень круто фидос кстати вот чтобы понимали он гарри поттера знает супер идеально и я вообще и сейчас он смотрит бандитский петербург еще гарри поттер и бандитский петербург у человеков приоритет как у тебя острова и динозавры человека бандитский петербург и гарри поттер пока мужик пока пока мужики